Здравствуйте! Разберем виды порчи жиров. Различает три вида порчи жиров, что отражается на вкусе, запахе, цвете жира. Первое окисление, второе прогоркание, третье осаливание. Скорость окисительной порчи жиров при хранении резко возрастает с повышением температуры, увеличением поверхности соприкосновения жира с воздухом под действием света, особенно ультрафиолетовых лучей. Настойкость жиров при хранении отрицательное влияние оказывает повышение их влажности, так как присутствие влаги вызывает гидролитический распад жира с накоплением свободных жирных кислот, а в твердых жирах, кроме того, способствует развитию микроорганизмов. Оставшиеся примеси в жирах белки и углеводы являются хорошей средой для размножения микроорганизмов. Прогоркание это окисление и гидролиз жира, в результате чего образуются альдегиды, кетоны, оксикислоты. Прогоркание сливочного масла объясняется гидролизом глицеринда, масляной кислоты. Эта кислота очень плохо пахнет, а саливание объясняется частичной кристаллизацией твердых глицеридов. Все эти процессы протекают одновременно. Понижение температуры. Масла должны храниться в темных прохладных помещениях при температуре плюс 12 градусов Цельсия. Изоляция от окружающей среды. Это упаковка. Растительное масло рекомендуется хранить в плотно закупоренной стеклянной посуде в темном прохладном помещении не более двух месяцев. Маргарин хранят при температуре плюс 10 градусов Цельсия не более 15 дней. Чем меньше расфасовка масел и изделий из масел, тем меньше их срок хранения. Добавление в жиры антиокислителей. Лимонная кислота предотвращает окисление жира. Натуральными антиокислителями являются токоферолы, содержащиеся в маслах и обладающие свойствами витаминов. Фосфатиды, хлорофилл, пряности, шалфей, розмарин, тмин, гвоздика, душица, красный и черный перец, соль.